всем привет предлагаю вам сегодня сделать упаковочку для такого вот панно и такую же упаковку можно использовать для любой другой игрушки или картины упаковку мы будем делать текстильную и сначала нам нужно измерить размеры нашего изделия чтобы понять какого размера мы будем делать упаковочку у меня здесь 24 сантиметра это наибольшая ширина но если я сделаю вплотную тут еще толщина идет вот этого панно и будет некрасиво поэтому я по паре сантиметров с каждой стороны добавляю и пусть это будет 29 30 сантиметров мне нужно будет ширину упаковку сделать а вот длина моя где-то 23 сантиметра но мне нужно добавить на шов и на завязочку если я буду сделать сделать завязку сверху то у меня во первых ширина уйдет вот сюда когда будет стягиваться ткань и станет короче и небольшое количество нужно оставить ткани для того чтобы было красиво поэтому я высоту наверно буду делать сантиметров 30 мне нужно для самой игрушечки и добавлю сантиметров 10 на то чтобы у меня на швы пошло и и на загиб скажем вот так вот сверху где у меня будет стягиваться то есть я буду делать 30 метров шириной 40 высоту упаковку я беру ткань под цвет панно это у меня вот такая полосатенькая ткань будет снизу вверх я сделаю прозрачный меня вот есть кусочек белого тюля то есть у меня будет комбинированная упаковочка вверх вниз серединочку я задекорирую кружевом такое же кружева я использую в самом панно будет достаточно гармонично смотреться завязочку я сделаю из ленточки любую тесемку можно использовать на тоже под цвет я беру белую где-то я должна обознать что это изделие ручную работу то у меня есть вот такие именные нашивочки. Либо можно использовать нашивку готовую, они продаются в ленте, на которой написано хендмейт. Ну и, пожалуй, я добавлю какую-нибудь бусинку или шармик. Следующий этап я собрала вместе прозрачную ткань, добавила декоративные элементы, настрочила кружево. Так у меня не виден шов, стык. Получается симпатичный, по-моему. Сделала нашивку декоративную и пуговку. Теперь мне нужно все это вместе соединить. Верхний край я пока не обрабатывала, для того, чтобы мне потом не заморачиваться с совмещением по длине. Все швы у меня обработаны зигзагом, либо оверлоком можно обрабатывать. На что здесь обратить внимание? Мне нужно обязательно совместить вот это вот место, чтобы у меня кружево совмещалось стык в стык, чтобы у меня было все здесь аккуратно. Поэтому я прямо поперек вкладываю здесь булавочку. И у меня уже это место не сместится никуда. Сейчас я буду строчить на машинке. Теперь я сшила по боковому шву, по нижнему шву. И для того, чтобы придать объем донышку, я совместила боковой и нижний шов. И сделала шов под углом, под прямым. Лишний припуск я срезаю. Сейчас я буду примерять, где мне делать загиб. Я вкладываю мое изделие внутрь. Вы вкладываете ваш подарочек. И мне вот здесь вот будет сборочка, бантик. Ну, в принципе, лишних как раз ткани нет. Я сделаю двойную подгибку. И будет все аккуратненько. И здесь еще будет проглядывать моя игрушечка. Ну, вот и все я закончила. Любуемся своей работой. Пришила я сюда еще в шов, в шов, в тесемочку для завязки. Здесь у меня получается наклеечка, чтобы люди могли знать, от кого они получили эту игрушечку. Вкладываю ее в пакетик. Поскольку я занимаюсь изготовлением игрушек на продажу, я также вкладываю ее визитку свою. И завязываю эту игрушечку. И так можно упаковать содержимое любое. Начиная от сладких подарков, заканчивая блокнотами, игрушками, всем чем угодно. По-моему, замечательный вариант для изделия ручной работы. Но также можно упаковать в любую вообще подарок. Потому что в подарке важен не только сам подарок, но и его упаковка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...